всем привет доброе утро кому добрый день кому добрый вечер выходи это боль что там нюхаешь можно выкинуть опилки хомяков только не убегай никуда чудесная погодка солнышко сегодня плохо очень спали ночью потому что макс температуре это вот как у нас карлина заболела последний раз теперь макс время 12 часов сейчас посмотрим марго давай вставай давай ты чего смотри он макса заразил все каникулы что ли проболеете я уже налила тесто он добавил 3 яйца сахар соль вот такой вот баночку натурального йогурта здесь 500 грамм и насыпала и чайная ложка соды вот видите на мне как набухло все поднялось и теперь я буду муку добавляйте все добавляю я все в принципе на глаз смотря какой пустоты мне нужно тесто вот для меня это жидковато поэтому я еще немножко насыплю и и и и и варить кашу молока нет маргариту отправила сейчас она сходит за молоком пенал нашла да ну вот видишь смотри какой тебе больше нравится тот или этот этот ну давай перекладывай все карандаши у тебя в рюкзаке ну я делаю оладушки не оладушки а панкейки ну типа форма такая не оладушек а панкейков а тесто для оладушек и это и захотела овсяную кашку а молочка нет ну да овсянка овсянка не знаешь что такое овсянка я знаю что это ну давай ну все приятного аппетита где две девочки остальные ксюша каролина маргарита каролина а а а а а а а а маргарита каролин нет надо же было еще назвать вас одну одну букву у тебя же получается ксюша и каролина макс маргарита а поэтому я долго не думаю я просто имена называю не знаю я знаю что не хватает маргариты и каролины но почему-то у меня выскочила ксюша а так ладно у меня немножечко получились эти такие поджаристые они просто не переворачивались я их должна была ждать долго пока они поджарятся и потом переворачивала так ладно кашку сварила кашку никто не хочет будешь как каролина хотела сказать ксюша потом чуть-чуть потом чуть-чуть ну ладно маргарита не нравится ку-ку маргарита я буду у тебя шторы снимать все шторы что ты рисуешь а ты перерисовываешь угу да 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 а что у тебя все равно жалюзи есть тебе какая разница вон не открывай ты жалюзи закрыла и все у тебя и шторки твои а Сейчас начну чихать. Пыльные такие штори, у меня прямо мозг чешется. Все, сняла все шторки, сейчас загружу. Стирку и начну мыть окна. Было бы хорошо вот эти вот жалюзи помыть. Я в этом году их еще не мыла. Посмотрите, сколько у нас картона накопилось. Какой кошмар, ужас. И это примерно за, ну где-то за два месяца, я так думаю. Мне нужно его сложить, хорошенько утрамбовать по сумкам. И потом папа приедет и отвезет. Посмотрим. И вот таких вот два пакета получилось. Наверное, в подвал отнесу, чтобы здесь не мешалось. В общем, не получится у меня сегодня помыть окна, потому что, оказывается, у меня нет средств для мытья. Давай тебе щироп дам. В общем, решила помыть просто водичкой. Не получается, разводы белые остаются. Белые полосочки. Простой водой не получается мыть. Ладно, оставим на завтра. Варимся. Ты не знала, что он лопнет? Я знала. И чтоб салат разлетелся. Так, ставим варить. Проснулся наш Бончик-пончик. Ты спала? Отправила полы мыть. Под столом уже практически все помыл. Я не знаю, он сейчас моет простой водой, без какого-либо средства. Я не знаю, если туда можно добавлять любое средство для мытья полов. У меня зацвел мой цветочек, наконец-то. Именно красного цвета. Видите, вот эти вот плохие, которые испортились. И вот новенький появился. Я уже думала, все. Товести не будет, но нет. Так, грибочки готовы. Сделала макарошки в томатном соусе, в сливочно-томатном. И нарезала салатик. Осталось помыть кухню. Вот видите, как чисто. Ни одного пятнышка, пол блестит. Я сейчас добавила немножко моющего средства. Ну, ничего, нормально. Вот. Так, все, стулья опускаем. Садуэта пошла с подружкой. Ой, машинка тут была. Каза, где-то так. Маргарита пошла с подружкой гулять. Тюль у меня постиралась. И постирались шторы. Сейчас я буду вытаскивать. Не все вот еще осталось достирать. Парочку. И все. И завтра буду гладить и мыть окна. Почти сухие. Мне нужно сейчас полить травку, потому что мы засыпали семена вот сюда. Все сухое убрали и засыпали семена. Я сейчас полью. Солнышко уже ушло. Можно поливать. Марго уже вернулась. Как дела? Нормально. Где гуляла? Опять после школы? На чем ездили? На поезде? Сначала на автобусе, потом на поезде. Потому что мы не хотели туда вниз. И тебе нужно где-то 10 минут оттуда нужно. До поезда? Курить хочешь? Нет, ты кушала? Пить хочу. Сразу улеглась в кровать. Можно с тобой полежать? Я устала. Можно с тобой полежать? Я хотела поговорить насчет Макса, потому что практически все спрашивали про Макса. Почему Макс идет у нас в садик второй год? Максу сейчас 6 лет. Ему 7 исполнится в декабре, в конце декабря. Вообще-то думали, что Макс у нас в этом году пойдет в школу. Мы были уверены в этом. Но потом, в общем, позвонила нам воспитательница с детского сада и сказала, что, как они думают, что будет лучше, если Макс останется в садике еще на один год. Якобы из-за языка немецкого. Ксюша у нас вообще в школу пошла в 6 лет. В первый класс она пошла в 6. Маргарита в первый класс пошла в 7. Ты у нас была 2 года в садике. Точно так же Маргарита пошла в садик в 5. Да? В 5 она пошла. И ее оставили на второй год тоже в садик, потому что сказали, что якобы у нее лучше немножечко подтянуть немецкий. Ксюша была один год в садике. С 5 в 5 она пошла, и в 6 она пошла в первый класс. И у нее уже спрашивали, ну, сказали якобы все хорошо у нее, и спросили, Ксюша, ты хочешь остаться на один год еще в садике или хочешь в первый класс? Она сказала, что она хочет в первый класс, потому что ей в садике уже было скучно. В этом детском саду решили так, что Максу будет лучше остаться на еще один год, чтобы он подтянул немецкий язык. В принципе, он понимает, ты вот, если с ним на немецком говоришь, он же понимает. Вот, в принципе, он немецкий понимает. Он сам по себе такой ребенок, он молчаливый. А они, видимо, подумали, что вот проблема в языке именно в немецком. И получается, он пойдет в первый класс почти в 8 лет. Для них это не проблема, если ребенок пойдет там, не знаю, в 8 лет в первый класс. Мы узнавали про школу в Испании, там наоборот, там ребенок, там в школах совсем другие правила, там в 6 лет ребенок идет в школу. Знает он язык, не знает он язык, там считает, он не считает буквы, там цифры. Все равно в 6 лет он идет в первый класс. Хотя Каролина, я не знаю, Каролина один год была в садике, да? У Маргариты теперь будет 10 учителей. А ты знаешь, как делай? Ты записывай. Я записывала... Так вот открываешь тетрадку, я на первой страничке всегда записывала имя, потому что я тоже забывала имена. Скажи, покажи мне предмету. Ну вот и записывай, вот так вот откроешь, и сразу же записывай имя. И так ты откроешь предмет свой, сразу увидишь, как его зовут. Все, у нас еще один больной. Температура. Макс, пойдем в кроватку. Пойдем. Его морозит, у него кашель. Каролина заразила? А, Каролин? Макс, нет, пойдем в кроватку, все. Пойдем, а то ты болеешь, тебе нужно спать. В кроватку ляжешь, поспишь, и будет легче. Каролина, ты тоже спать давай. Нет. Да. Да. Да.